Ну, давайте поговорим в конце занятия еще раз, да, сразу вот мы собрались. Здравствуйте, Ханок. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас есть раз, два, три перевода и еще у Олина есть, да? Да, она вроде должна тоже войти. Я не видел. Хорошо, давайте мы начнем. Ну, сейчас Оля придет, я не знаю, она перевод прислала за 15 минут до начала нашей... Да, да. Сейчас я посмотрю, может, и я получу... Ханок, скажите, вам не по душе этот цикл? Дело не только в этом, да, не то, что мне не по душе. Я не смогу его потом нигде использовать, этот цикл. Я просто не смогу его опубликовать. Никто не хочет, чтобы там тебя слышит. Смерти хватает сегодня. А, понятно, понятно. Надо дождаться более хорошего периода, когда смерть... Да, тогда, тогда можно... Тогда эти стихи будут актуальны. Ага, понятно, понятно. Хорошо. Мы на эту тему переводили столько из Гринберга, что одним циклом больше, одним меньше... А вот и... Это так, конечно, да. Вообще нужно сказать, что, конечно, в некоторых философских течениях смерть – это чрезвычайно важный факт существования. Так что, как бы, от нее... От нее отталкиваются многие мыслители от смерти. Для того, чтобы понять смысл жизни, смысл существования, возможность каких-то... Значительных взаимоотношений между людьми и так далее. Это я говорю не потому, что я хочу агитировать за этот цикл. Я прекрасно понимаю тех, у которых к этому чувства не самые хорошие, может быть, или близкие. Ну, это понятно. Но в этом отношении Гринберг как поэт и как мыслитель действительно поставил себя в оппозицию очень многим романтическим поэтам. И он это сделал сознательно. Это не потому, что он был одержан... Может быть, он и был, это кроме того, но он сознательно эту позицию проводил, чтобы как бы не... не впасть в романтическую иллюзию жизни. А жизнь должна быть совершенно осмыслена именно вот этим фактом смерти. Прошу прощения, в каком году он это писал? Этот цикл... Ну, сейчас посмотрим. Я не уверен, что здесь есть... Что здесь есть дата. Хотя... То есть... Это начало 50-х годов, как видно. Потому что лучше всего эти стихи... В смысле, с таким содержанием пишутся в ранней молодости, когда смерть что-то отдельное от тебя. Нет. Ему уже было здесь лет 55. То, что тебя не касается. Ну, в 20 лет... Да, это мы видели тоже. Это мы видели. Где-то к 30 годам он тоже писал об этом. Но это тема сквозная в его произведениях. Он никак от нее не может отрешиться. Может быть, это и потому, что в очень молодом возрасте он в Первой мировой войне он видел очень много смертей. Страшных и ужасных. А потом погромы. А потом то, что было здесь, в Эра-Цисраэль. И, конечно, Вторая мировая война, хотя он в ней не участвовал, но она произвела на него глубочайшее впечатление. И он о ней не переставал думать. О судьбе своих родных, конечно, в первую очередь, но и о народе вообще, война за независимость и так далее. То есть это практически тема сквозная у него. И только у него, в общем, поэзия. Конечно, 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 не только у него. Смерть, война, все остальное уже так. Это, конечно, так. Но многие поэты и писатели, может быть, именно поэтому уходили от этой темы, не хотели конфронтацию прямую. Больше писали о любви, о жизни в смысле в романтическом и так далее. А Гринберг решил для себя... Мне кажется, что я не знаю ни одного поэта, по крайней мере, на русском языке, кто бы не касался этой темы. Нет, вне сомнения. Касание, конечно, оно есть иногда. Но настолько сквозная тема, как у Гринберга, я думаю, что очень немного есть. Ну, Владушки, давайте мы, значит, все-таки прошло 13 минут после начала. Начнем семинар. Поле присоединится. Хорошо. Уже по ходу. Хорошо. Давайте, значит, что... По случаю 8 марта, давайте мы начнем с Алины. Хорошо. Одну секундочку. Открыли? Открываем берегу Талини. Да. Сейчас, секундочку, я его найду. Ой, секунду, секундочку. Извините. Будешь слушать? Я не слышу, но я не могу слышать. Наушники возьму. Возьму. Наушники. Сейчас. Окей. Так, ну, можно читать? Я надеюсь, что желающие открыли текст. Может быть, вам встречался копатель могил, Тот могильщик-мудрец, что живет среди нас И хоронит, хоронит стариков, молодых. Вот опять люд собрался вокруг вертвецам, И его в дар земле принесут, как других. Вырыл яму могильщик, зев разверся, И раз, вновь проглочен покойник, И кончился сказ. Оскорбящие держат венки из цветов, Чтоб могилу сырую от глаз оградить. Знать не знают цветы, у кого бы спросить, Для чего их растили, утешать мертвецов И за деньги забрали из уютных теплиц. Суждено на могиле теперь увидать, А могли бы еще много дней украшать Теплый дом в яркой вазе под пение птиц. Люд собрался, и кантор, как всегда, среди них. Похоронным напевом он мучает нас, Заставляет амен повторять каждый раз. Вот поднялся оратор, трещит на покат, Как сверчок, и от смерти отвлекает живых. Лишь могильщик, единственный в мире мудрец, Он скорбящим никто, закопал и конец. Он спокойно идет и лопату несет, Приговор исполняет, что вынес творец. Замер ум его, словно в молчащих часах, Зев земли он раскроет опять и опять, Снова в савани белом человеческий прах, Устремляется в бездну. Кого обвинять? Он уж точно мудрец. Ведь от смерти лицо не скрывает. Зачем? Только смотрит во след. Больно видеть его, Как глаза мертвецов, И венки, и гвоздики. Спасения нет. Марина, спасибо. Ну вот, тогда я попрошу Ханоха Отвлечься от тяжелых мыслей И сказать что-нибудь Уже не о самой смерти, а о переводе. О переводе я сказать ничего не могу, Потому что я сейчас не в теме. Я не знаю оригинала. Я не переводил, оригинал не вникал. Могу только сказать о тексте, Что текст, на мой взгляд, хороший. Единственное, я бы, скажем, Такой оборот, как кончился сказ, Заменил бы все-таки на что-то более Более подходящее в данном тексте. Как-то это все-таки Немного вульгарно звучит, на мой взгляд. Ну, а так вообще-то с хорошим. С точки зрения поэзии. О переводе я не могу ничего сказать. Ну, о самом тексте стихотворения. Да, вот я сказал про текст. А все остальное на уровне. Канух, спасибо. Валентин. Слушай, хороший перевод. Мне понравился. Вторая страфа, третья страфа. Они как-то вообще удачные. Но несколько замечаний у меня есть. И я вот хотел на первую страфу Обратить внимание. Алина, может быть, я не прав, Но я тебе не скажу. Мне кажется, Здесь как бы упор сделала на том, Что их много-много-много, И он много-много хоронит, Когда это уже в конце звучит у Гринберга. А здесь он делает упор на то, Что это делает живой человек. Он вот пришел один, Ему опять приходится живого, Будущее живым, С самого хоронить кого-то другого. Вот. И поэтому вот эти замечания Хоронит-хоронит, как других. То есть это вот, Что много раз он будет, Это в конце будет, Это этого стихотворения, На то, что он много раз будет хоронить. А вот. Ну, мне кажется, вот здесь. Там есть строчка, Что он хоронит и молодых, и старых. Нет, нет, понятно. Стариков и молодых, да. Нет вопросов. Здесь нет вопросов. Я говорю, хоронит-хоронит, Что вот это усиление, Что много-много-много раз, Как и других, и так далее. Хотя эта тема, Именно вот то, Что много раз и других, Он делает в конце. Там дальше. Вот. Окончился сказ, Гринберга потом сказал, Мне вот это тоже. Казалось, Окончился сказ, Как бы не отсюда. И еще одно несколько замечаний. Вот он единственный в мире. Вот. Могильщик. Он единственный мудрец Среди тех, Кто здесь пришел. Среди тех, Кто скорбит. Вот в этом смысле. Но он мудрец. А уж единственный в мире, Я думаю, Что это сильно очень. И он могилый борец. И я думаю, Он с тем как бы не борется с ним. Он как бы ее... Эту строчку я не прочитала. Я ее сейчас не прочитала. Алина, То есть вы не успели послать, Да? Вот в последний вариант. Ну, там одна строчка. Нет, Я послала всем. Самый последний вариант. Самый последний. Но эту строчку, Я ее не посылала, Изменения. Но я просто ее сейчас, Когда читали, Я ее пропустила. А, понятно. Ну, я смотрю на текст, Поэтому я уже как-то прослушал, Что там было. Вот. И еще последнее замечание у Алины, Простите, Как глаза мертвецов. То есть люди, То есть хоронят в савани, Какие там глаза. Мертвецов как-то вот, Это как-то мне казалось очень, Как бы не чуть-чуть. Но это абстрактные мертвецы, Не те, Которые в данный момент. Понятно, Понятно, Да, Ну, Ну, Вот так вот. И что, Какие-то, Какие-то, Какие-то сомнения, Но это мои, 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 Мои субъективные. Спасибо. А все остальное, Хороший перевод, Текст хороший, Мне понравился. А второй вариант, Особенно лучше был, Чем первый, Это заметно сразу. Все? Валентин, Спасибо. Миша, Пожалуйста. Ну, Мне тут, Я, Во-первых, Присоединяюсь к тому, Что уже было сказано, И хочу еще Отметить одну хорошую строку. Он скорбящим никто, Закопал и конец. По-моему, Очень такая емкая, И яркая строка, Которая вызывает Зрительную ассоциацию, Очень конкретную и правильную. Вот. Да, Согласен. Миша, Спасибо. Еще? Ну, Пусть еще похвалит кто-нибудь. Хорошо, Я тогда за его попрошу. У меня, У меня нет особых, Особых замечаний. Мне кажется, Что, В общем-то, Конечно, Это текст, Хороший, Он имеет свое единство. Некоторых вещей, Может быть, То, Что есть у Гринберга, Здесь, Здесь меньше, Но это, 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 Естественно, Когда, Когда, Переводишь, И не можешь все написать. Вот. Не можешь все написать. Я думаю, Что, Ну, Скажем, Оратор, Он, Он трещит на показках, От смерти отвлекает живых. Это, Конечно, Так. Но, У Гринберга, Он глупец. То есть, Это противопоставление, Мудрецу, Да, Могильщик, Единственный, В мире мудрец. Вот вы это пишете, А тот глупец. То есть, Мудрец тот, Кто знает то, Что есть. А глупец тот, Кто делает все, Чтобы этого не знать. Поэтому, Где-то, Где-то, Я думаю, Что стоит, Стоит это, Это, Добавить. То есть, Это, Это привнесет, Во-первых, Близость, Больше близость к автору. А во-вторых, Сама тематика будет, Будет, Острее. Ну, В общем, В общем, Я думаю, Что все. Спасибо. И я тогда Несколько слов Тоже скажу о переводе. Я уже писал, Что в основном Он мне понравился. Какие-то строки Уже Миша процепировал, Которые, Да. Значит, По поводу Сказа. Да, Это такой, Как бы, Древняя Славянская, Да. Оборот. Хотя я его Тогда Использовал тоже, Но, Может быть, В этом стихотворении Он Менее, Менее уместен. Стихотворение, В котором, Там, Кадиш, И Какие-то Какие-то, Значит, Принципиально Еврейские Там, Амэн, Хотя, Может быть, На русском языке Говорят, Амэн. Но, Все же, Теперь я, Значит, Согласен, Конечно, Полностью С Зейвом, Что этот человек, Оратор, Что он глуп, Но мне кажется, Что Алина Трещит Напоказ Как сверчок И, В принципе, Здесь есть Этот характер Такого записного Выступальщика Есть Видимо, Попадался Не только Гринбергу, Но и многим Человек, Который По любому поводу Да Хочет что-то Сказать И Не чувствует Или там Плохо чувствует Неуместность Неуместность Своей Высокопарности Своей Многословности Вот, Когда Людей Провожают Последний путь Так что Может быть Может быть Даже слишком Алина Значит Достаточно Было бы Для того, Чтобы там Показать характер Этого человека Трещит Как сверчок Этого Достаточно Но Алине Надо было Слифмовать Каждый раз Поэтому Значит Она нам Говорит На показ Ну это понятно То есть Это Не проясняет Но слишком В лоб Может быть Да Насчет Единственного Мири Мудреца Он Согласен Здесь Он Единский Мудрец Значит Тут уже Было Замечено Как Глаза Мертвецов Да И это Конечно Формально Это уместно Но там Где говорится Про конкретного Мертвеца Может быть Нет Что еще Ослабляет Этот Оборот Труп Вот Лицо И Мертвецов Ну То есть Почти Точная Ритма Но почти Она Не считается Да Потому что След Нет Когда появляется Гласный Значит Ритма Если Первое В первом Слоре Она на Гласный Кончается А В рифмующем Его Слоре Кончается На согласный Но это Нету Полной Чистоты Так Что еще Хочу сказать Вторая строка Тот Могильщик Мудрец Что Живет Синдина Слово Мудрец То есть Слово Могильщик Мне кажется Лишним Потому что Только что Было Копатель Могил То То есть В принципе Есть Это прием Повторение Слов Там Усиление Ну Вот если Правильно Пользоваться Или если Удачно Получается То это Прекрасно В следующие Следующие Строчки И хоронит Хоронит Стариков Молодых Просто одно И то же Слово Повторяется Но мне кажется Что это Удачный Я сейчас Не говорю Относительно Самого Стихотворения Гринберга Потому что Может быть У него Самого И нет Такого Тропа Два Одинаковых Слова Подряд Мне кажется На русском Это Не только Уместно Но В общем Усиляет Без Лишней Цветистости Хоронит Хоронит Может быть Я бы Только поставил Место Дефиса Запитываю Между Этим Доле Хоронит Хоронит Зефразверся И раз Да У нас там С этим сказан И вот Когда Что-то Неточное Стихотворение Либо Ритма Либо Слово Оно Из другого Лексического Клоста Или оно Просто Не из этого Стихотворения То Начинаются Вопросы Тормозишь И видишь Что Там Миша тоже Вставляет Каким Той-Вовой Да Но И тоже Бывает Что Это Ну Просто Чтобы Там Ритма Звук Здесь Лев Разверся Почему Разверся Раз То есть Понятно Что Это Очень Быстро Да Может Быть И Не Надо То есть Вот Эти Две Две Последние Строки Второй Стропы Может Стоит Попробовать Еще Что Я Хочу Сказать Мне Кажется Я Не Заметил В Самом Оригинале Пение Птиц Зэр Не Помните Было У нас Не А где Пение Здесь Не Было Пение Теплый Яркой Вазе Под Пение Нет По-моему Не Было Там Вот Это Я Хочу Привести В Пример Ну Как Положительный Говоря Примитивно По-советски Потому Что Этот Этот Текст Он Не Противоречит Тому Что Написал Гринберг А Картинку Там Яркая Ваза У Гринберга Тоже Не Было Ваза С Водой Да Яркой Не Было Нет Но Мне Кажется Что Переводчик Любой Зная Заведомо Что В переводе Что-то Потеряно То есть Он Вообще Знает Какие-то Вещи Которые Пропустил Либо Сознательно Ему Не Хотелось Это Перевести Или Он Не Второй Случай Он Не Хотел Почему-то Это Переводить Ну Каким-то Творческим Своим Соображением Поэстетическим Соображением И Третий Третий Вариат Который Всегда Присутствует Что Переводчик Просто Не Заметил Того Чего Хотел Сказать Поэт Потому Что Даже Если Мы В совершенстве Знаем Язык Спустя Более Чем Полувека После Написания Оригинала Даже Те Слова Которые Значит Поэт Использует У него Другие Ассоциации Мы Не Видим Скажу То есть Он Может Быть Вчера Прочел В какой-то Газете Довар Которая Уже Вообще Давно Не Выходит Да Где-то На него Повлияло И Может Быть Какой-то Исследователь Дотошный Он Найдет Ага Вот Это Вот Он Употребил Это Выражение Потому Что Да Прочел Вчера Или На Прошлой Неделе Но Это Уже Такая Я даже Не скажу Что это Наука Но Это Литература Ведения Насколько Ну Есть Люди Которые Получают За это Зарплату Мы знаем Да Я прочел Что у Нас Да Может Я даже Пошел Эта Статья Позапрошлогодняя Она Направлена Для того Чтобы Просветить Тех Кто Кто Верит Обвинением Антирелигиозных Людей Вот Они Нас Объедают Студенты Ишин Учащиеся И так Далее Автор Пишет Смотрите У нас Тысяча Профессоров Только Тысяча Гуманитарных Наук И Насколько Они Нужны Там Эти Исследования Не знаю Гендерные Или там Изучение Каких-то Старомонгольских Диалектов То есть Люди получают Хороший Только Профессоров Около Тысяч Вот И Во мне Если честно Конечно Всегда Было Некое Недоверие К Литературоведам Тоже Потому Что Потому Что Среди Них Может быть Процент Людей Делающих Это По Обязанности Он Даже Выше Чем Процент Я думаю Значительно Выше Процент Рифмующих По Обязанности Да Ему Надо Какую-то Сейчас Написать Рассмешитель Рекламу Написать Какой-то Сетверальский Шеф Вот Поэтому У них Бывают Конечно Какие-то Догадки Но Думаю Это В основном Потеря Времени Читать Да Каждый Ученый Он должен Написать Год Какое-то Количество Статей Без этого Его статус Не подтверждается И Вот они Пишут Так вот Для меня Очень важно Что Ваза Яркая Пение Птиц Оно Мне кажется Добавляет К переводу Какие-то вещи Взамен Заведомо Утеряем Там Где Это Не Намешает Бывает Какая-то Отсебядина Когда Мы Приписываем Человеку То есть Поэту Свои Собственные Не знаю Чувства Политические Воззрения Здесь Алина Это делает Но Прошу Прощения За Многословность И Попрошу Наверное Валентина Тем более Валентин Прислал Второй Вариант Я не знаю Все ли Успели Его Посмотреть Поправленный Вариант Нет Я не Видела Поправленный Я Прочитаю Первый Я не буду Поправленный Я буду Прочитать То что Меня Послал Всем Чтобы Не было Валентин Ты только Мне Посылал Поправленный Я Ответил Просто На твои Замечания И Видимо Только К тебе И пошло Поэтому Я Отпочитаю Первый Чтобы Было У всех И Получу Новые Замечания Которые Помогут Мне В будущем Поправить То что Я Не поправил Еще Хорошо Валентин Вот Значит Я Сразу Хочу Что Сказать Ну Ладно Я Прочитаю А вы Заметили Живет Срез Нас Творец Могильных Ям Он Человек Неглупый Хоронит Всех Старейк Умрет Юнец Вот Собираются И в центре Саван С трупом Дар ненасытному Земли Бездонной Чреву И Зефь И открывает На потребу Своей лопатой Наш Живой Мудрец Собрались Проводить С венками Ждут Когда покрыть Надгробие Будет Можно Цветы Не знают Что им делать Тут Их вырвали С грядки Неотложено Купить Для того Чтобы им Заять На кладбище Зреть мертвых В тихой Дреме А ведь Могли бы Много Не стоять В красивой Вазе Украшения В доме Собрались Все Салканты Отпевать Нас Грустью Голоса От боли Отвлекать Кадиши Учителей Наших Читая Потом Оратор Начал выступать Смотрелся Глупо Нам Сверчка Напоминаю И лишь могильщик Здесь единственный Мудрец Не связанный С собравшимся Народом С лопатой Выходит Он Делец Закон Его Иной Как Неживой Он Вроде Он В деле Скор Их В исполнении Приводит Приговор Ум Как стоящие Часы Как будто Замер В нем Унов Придется Еще не раз Открыть Затт Наглотание Очередному Вставание Задание Отправить Бездну Выполнит И Все Он Точно Уж Мудрец Не Подается Боли Ведь Смерти Не Боится Он Ей Служит По Неволе И Больно Видит Мне Его Это Лицо Замбение Как Эти Там Финков Мне Нет Спасения Спасибо Валентин И я Тогда Еще Раз Попрошу Осмелюсь Попросить Хануха Да Если Уж Он Согласил Поучаствовать В нашем Семинаре Может быть Что-то Скажет То же самое Что я сказал Олине Я могу сказать Здесь Не по поводу Перевода В тексте Которые Я вижу Есть слова Которые Подчеркнуты Желтым Абсолютно Правильно Тут Могил Творец Могиль Накьям Творец И все Остальное Что подчеркнут Подчеркнут Правильно Над этим Надо Поработать Ну Вот и все Ханух Еще что-нибудь Добавишь Больше Нечего Добавить Хорошо Миша Пожалуйста Ну Видно Тут Большая Работа Проделана И Много Есть Таких Вещей Которые Которые Мне кажется Вполне Соответствуют Вот Но В конце У меня Возникло Сомнение Написано Что Ведь Смерти Не боится Он Ей Служит По неволе Это Это Могильщик Гробовщик По неволе Не служит Он Как бы Наемный Рабочий Он Служит За деньги И он Эту профессию Как бы Выбрал Себе Сам Мне кажется Что По неволе Здесь Не подходит Так Миша Еще Ну Что им делать Тут Их вырвали Из грядки Неотложно Вот Все хорошо Хорошо Шло Да Шло Да Неотложно Вот Неотложно Я Не знаю Зачем Здесь Это Слово Стоит Вообще Ну Если Не считать Ритмы А Так Все Хорошо Спасибо Миша Алина Ну Мне нравится У Валентины В этом переводе Очень нравится Первые Три Страфы При том Что Это замечание Конечно Творец Могильных Ям Сказали Конечно Неотложно Сказали Вот Ну Что еще Здесь В этих Трех Страфах Которые Мне В принципе Очень нравится Собрались Проводить Я не уверена Что собрались Это правильное Ударение А вообще Собрались Это какое-то Разговорное Такое Собрались Вот И второй Еще раз Собрались Все То есть Это два раза И тоже Мне кажется Здесь И собрались И собрались Оба ударения Легитик Ну Дальше Вот Последнее Вот Это Вроде С народом Вроде Как-то Мне кажется Не очень Хорошо Вот След Такой В третьей Снизу Страфе Единственный Вред С лопатой Выходит От оконной Войной Как неживой Он Вроде Почему Он неживой И почему Вроде Потом Открыть Открыть Зев На глотание Ну Что значит Открыть Зев На глотание Что за Глагольные Существительные Поэтическом Тексте Задание Он точно Уже Мудрец Не поддается Боли То есть Он мудрец Потому что Он не поддается Боли И он Не поэтому Мудрец Мы Прослужат По неволе Уже Сказали А почему Его лицо Забвение Тоже Я не очень Понимаю Почему Лицо Могильщика Ну Вообще Здесь Вопросы Ну вот Собственно То есть Первая часть Очень красивая Поэтичная А вот Вторая часть Ну может Я просто Не видела Может Валентин Там уже Исправил Но то Что Сейчас Ну все Спасибо Алина Зев Хотите Во-первых Конечно Уже Многие Вещи Сказаны Мне Сам Перевод Нравится Я должен Сказать И Некоторые Вещи Даже Даже Вызвали Улыбку У меня Например Потом Оратор Начал Выступать И Смотрелся Глупо Нам Сверчка Напоминаю То есть Это Такое Описание Не то Что он Глупец Но он Смотрелся Глупо То есть Мы Как бы Стоим Где-то Где-то Вдалеке Или Не Вдалеке И Даем ему Оценку Но 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 Интересно Это 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 Не Противоречит Гринбергу Хотя Это Другая Атмосфера Немножко Гринберг Говорит Очень Прямо Он Глупец Тот Тот Мудрец Он Смотрелся Глупо Но Это Интересно Конечно Творец Вогильных Ям Это Тоже Слишком Творец Это Очень Высокое Слово Вот Хоронит Всех Старик Умрет Юнец Ну Конечно Если Только Умрет Естественно Что Он Не Похоронит Старика Живьем Да То Есть Не То Чтобы Это Очень Страшно Было Здесь Но Конечно Понятно Что Это Для 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 Рифмы Для ритма Внутреннего И Потому И В центре Саван С трупом Ну А без Трупа Что Ему Там Делать Конечно А Вот Дар Ненасытному Земли Бездонной Чреву Это Хорошо Это Очень Точно Вот И Зев Ей Открывает На Потребу Это Очень Правильно По Моему И Точно И И И Ужасно В то же Самое Время Как у Гринберга Своей Лопатой Наш Живой Мудрец Да Конечно Он Мудрец Своего Дела Да Это Понятно И Мудрец В том Что Он Видит Вещи Такими Какие Они Есть Их Вырвали Ну Я не думаю Что их Вырвали Их Надрезали Конечно Вырвали Это Уж Слишком Не То Чтобы Действительно Неотложно Это Несколько Другой Ряд Ну Об этом Уже Миша Сказал А вот Купили Для того Чтобы Им Завять На Кладбище Средь Мертвых В Тихой Дреме Да Это Хотя Тихой Дремы Нет У Гринберга Но Это Так То Это Тишина И Противостояние Ему А ведь Могли Б Могли Б Много Дней Стоять В Красивой Вазе Украшения В доме Да Это Это Хорошо Как Неживой Он Вроде Конечно Об этом Было Спрошено Он Как будто Не из Них В этом Отношении То Он Живой Конечно Но Он Живой Не в Том Смысле Что Он Плачет Там Или Он Среди Народа Нет Он Стоит Отстраненно Вот В чем Дело Он Отстранен От Этого Для Него Смерть Это Привычное Дело Для Них Нет Для Проводящих Да Закон Его Иной Поэтому Не то Что Он Неживый Конечно Можно Так Сказать Как будто Бы В глазах Чужих Он Неживой Потому Что Он Никак Не Проявляет Чувства Он В деле Скор Их В исполнение Приводит Приговор Да Их Кого Это Их Я не знаю По правде Сказать Кто Эти Ну Кто Пришел Кто Пришел Они Не Приговорили Этого Мертвеца К смерти Они Несчастные Как бы Присутствуют При При Исполнении Приговора Но Они Его Не Приговаривали Я Не думаю Одну Минутку Можно Но Приговор Его Их Приговор Да В смысле Он Как бы Несмотря На то Что Он Отстранен Это И Это приговор Всех И их И его Умереть Вот В чем Дело Приговор Всевышнего Не их Понимаете Я Я перевел Их Приговор И его В смысле И закон Их И приговор Их Да Да Это Их Приговорили А не Они Приговорили Их То К чему Все Люди Приговорили Это Да Это Я просто Не понял Так Это Я понял Так Сейчас Хорошо Тогда Хорошо Что мы Об этом Говорим Да Да Многие Вещи Непонятно Потому Что Неправильно Понял Исходный Монет Адам Кругом Точка Запятой Относится К тем Кто Стоит И Провожает Его И С народом Конечно Поэтому Их Это От них Я Я вас Понимаю Значит Я неправильно Себя Я Я неправильно Объяснил Когда Объяснял Приговор Касается Всех И Их То есть И они Приговорены И он Несмотря на то Что он Отстранен И он На короткую Ногу Со смертью Это Неважно Он То же Самое Мы уже Об этом Гаврили В первом Стихотворении Здесь Он Это Просто Он Просто Это Повторяет И Подчеркивает Да Не Поддается Боли Ну да Этой Боли Смерти Он Как бы Не Поддается Смерти Чужих А ведь Смерти Не Боится Он Служит По неволе Да По моему По неволе Это Неверно Он Служит По воле Он Это Выбрал Для себя Эту Профессию И Поэтому Он Служит Ей Да Он Работает На нее Да И Больно Видеть Мне Его Это Лицо Забвения Да Он Представляет Для нас Лицо Конца Окончания Забвения Ахарид Об этом Пишет Гринберг Да Когда я Вижу Этого Человека Я Вижу Конец Жизни Как и Цветам Венков Мне Нет Спасения Да Когда я Его Вижу Вижу Все Это Конечно Знаю Что Нет Спасения В общем Я По-моему Тоже Сказал Многое Повторился Может быть Но На этом Я Закон Спасибо Спасибо Да Пожалуйста Спасибо Спасибо Вы Сказали Многое Из того Что Я бы Мог Сказать Я Не Вижу Смысла Значит Это Повторять Какой Там Есть Удача Есть Над Чем Работать Более Того Я Видел Обновленный Вариант То есть Новая Версия Там В чем-то Продвинулся Валентин И я надеюсь Что он Пришлет Мне Уже По мотивам И тогда Я ему Напишу И если Валентин Мне позволит То я И всем остальным Пошлю Копию Этого Письма А сейчас Скажу О маленькой Малюсенькой Мелочи Цветы Венков Вот мне Кажется Что это Цветы Как Цветы В Венках По звуку Это хуже Это 2В Но Может быть Можно Даже И Ограничиться Просто Цветами Потому Что мы Уже Знаем О каких Цветах Идет Речь Сам Оборот Цветы Венков Мне Не Кажется Складным Батушки Дальше Мы Переходим К Переводу Миши Тоже Было Два Варианта Так что Смотрим Второй Вариант Да У всех Открыто Да Так То Не Наш Ли Брат Мудрец Лопат Повелитель Могил Что Всегда Что Всех Живей Коронящий У нас Стариков Детей Вот Сошлись Вогруг Тела Толпой Тело Съедено Будет Землей И Лопатой Что Сделано Плотью Живой Пасть Земли Отворяет Живой Телу В саванях Дарят Венки Из Цветов Чтоб Надгробие Увенчать И Цветам Никак Не Понять Почему Унесли Их Из Оранжерей Не Жалея За Это Грошей Чтобы Среди Мертвых Увянуть Скорей А Могли Б Живых Много Дней Ублажать В Теплом Доме Людей Вот Столпились Запел Над Могилой Хазан Скорбным Пеньем Вводя В Обман Оправдал Приговор И Кадиш Произнес И Нелепых Речей И Слез Реки 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 Мертвец Мертвец Будто В Бездну Их Тянет Магнит За Пределами Боли С Лопатой Мудрец Под Мастерием Бесстрашным У Смерти Самой И Увидеть Его Что Увидеть Конец Ой Вовой Неизбежный Свой миша спасибо вот и ольга придет пускаем ольгу дадим ей возможность поговорить о переводе ниши оля вы с нами добрый вечер добрый вечер здравствуйте оля здравствуйте ребята извините ради бога я очень сильно опоздала хорошо оля как раз сейчас миша прочел свой перевод получили перевод ваш правда совсем недавно но если хотите что-то сказать о мишином переводе я его читал он мне очень понравился если коротко сейчас попробую открыть если у вас откроется скажите что должно открыться куда на делиться сейчас ребята одна секунда и скаченные файлы до открываю сейчас скажу ну хорошо пока оля открывай мне очень нравится если коротко все столпились запел над могилой хазан скорбным пением вводя в обман оправдал приговоры к одишь произнес и нелепых речей и слез реки реки и смерти туман молодец мне нравится но вот но лопаты мудрец крут мне кажется что это слишком круто в общем и целом мне очень нравится и подмастерье о смерти мне нравится у нас спасибо цветы миш куда-то ушли и в конце да ну окей остались на могиле нет молодец перевод хороший хорошее стихотворение в общем и целом я я я я за мне нравится спасибо 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 ханух ты уже в теме ты понимаешь о чем идет разгона я перед собой подстрочный перевод в принципе да в общем и целом близко к оригиналу единственное тут вторая строка немножко меня смутило заметили ли вы мудреца могил живущего среди нас а у миши он повелитель могил что всех живее почему он всех живее мне непонятно всех живее был только один не живее всех живых что-то было еще а вот тут две строки в оригинале из река после кадиша после него оратор стоит сверчок он же глупец на сокрытие могилы это еще надо растолковать что это такое ну неважно пусть и мы понимаем но у миши совсем другое и нелепых речей слез реки-реки и смерти туман ничего подобного глинтерка не было это изобретение миши польского но ничего звучит хорошо все в порядке а можно потом вмешаться ханух когда вы закончите потом уже все остальные нет можно можно пожалуйста в конце обсуждения я вам дам еще раз хорошо 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 ну все я думаю больше в конце что у нас тут в конце цветам гвоздики и мне нет спасителя ой-вы ой неизбежность свой ну я не знаю насколько соответствует оригиналу ну пусть остается все в порядке у меня больше нет ничего ну спасибо Валентин пожалуйста спасибо ну мне понравился перевод как Миша все делает главное что он очень краткий емкий четкий четкий хотя вот много таких как бы вещей которые немножко отвлекают но слушай меня вот например повелитель могил повелитель могил как повелитель ну не знаю повелитель это как то вот как стариков детей я думаю что через запятую лучше и в конце в этой страфы опять живой пусть по земле творят живой земли живой живой плотью живой ну не знаю может это как Игорь говорит это усиление мне здесь кажется это как-то неудачно так я с меня хазан конечно в русском тексте кто не знаком с оригиналом названия кантора что это хазан это будет сложно понять ну и само слово как вот сказал ханох реки реки смерть и туман это как бы немножко не отсюда если нелепых речей слез это может отнести глупости к тому что это оратор говорит а вот реки реки смерть и туман это если как говорит джеев это что отвлекает не понимает смерти поэтому как бы не знаю я как интерпретировать не знаю как бы не отсюда но вот это дальше вот хорошее лопата его не стоит ему и носит мертвецов их тянет магнит вот это все это хорошие строчки а последнее последняя строка вообще тоже мне кажется не не совсем это непонятно потому что совсем не отсюда но вот миша вот он всегда что-то изобретает такое что в общем то может быть игорь это то что вы как говорите пропускает специально то что делает хотел сделать сказать автор зато дает что-то новое вот что новое дает этими словами миша я не понял а так все остальное прекрасно спасибо валентин спасибо а а а я окей смотрите очень интересно вот ханов говорил про то что ему совсем не хотелось по разным причинам переводить стихи о смерти ну мне тоже не особо хотелось но неважно вот когда я скажу что-то так сказать о переводе миши сначала в общем вот когда я этот уже второй раз со мной случается такая интересная феномен мой я не знаю насколько он мой или насколько он все-таки не совсем мой второй раз когда я читаю стихотворение миши из этого цикла у меня совершенно эмоциональная реакция противоположная то есть это такой ну защита механизм то есть вместо того чтобы грустить на тему стихотворения о смерти он вызывает смех и я скажу и опять такие вопросы только ли это мои тараканы или что-то михаил здесь что-то такое вносил что этот текст вызывает такую реакцию у некоторого количество читателей началось с самого начала то ли наш брат мудрец лопат ну мудрец лопат который всех живи вот как я дошла до этих двух строчек все у меня тоже были ассоциации про живее всех живых и вот отсюда и дальше я уже не могла и дальше еще то есть ассоциации которые у меня взял этот текст при том что текст правильный и хороший но мои ассоциации шли куда угодно кроме того что кладбище и так далее просто сбегали например вышел вон опять с лопатой вышел вон читал до этой фразы с лопатой вышел вон мне это допомнило вообще какую-то считалочку вышел вон там раз два три там вышел вон ну так далее то есть это конечно не так сказать теме но почему я говорю об этом потому что я читатель все таки и я в основном воспринимаю поэтические тексты я воспринимаю эмоционально больше больше эмоционально чем слова и вот эмоция она опять уже ну вот ну дальше если опять круг я согласна с этим вышел вон лопата его не стоит тоже эта строчка это самое тоже тоже дальше а еще где-то было в конце чем тело съедена будет в самой первой страфе тело съедена будет землей и лопатой что сделано плот imagining то есть понятно что стоит запятаешь о перечислении колases не очень смотрю внимательно а Sam что вы понимаете тело съедину будет земли лопаты ну я извините я У вас очень хороший текст. Если бы мне не нравился этот текст, я бы это все не говорила. Спасибо. Алина, спасибо. Оля, вы хотели что-то добавить? Я хотела просто... Кстати, я очень согласилась с Алиночкиным замечанием, при том, что у меня остается... Мне нравится все равно стихотворение, хотя я согласилась абсолютно. Я его недостаточно внимательно чекусь так. Значит, что я хотела возразить, мне кажется, что как раз вот эти реки, там, где подробно, что он там как сверчок и так далее, а вот этот, как Миша с этим обошелся, и нелепых речей и слез, реки-реки, это отражает, мне кажется, то, что Гринберг имел в виду. Поэтому, так сказать, ну, как бы мне это как раз показалось интересным и понравилось. Все. Спасибо. Спасибо. Зеев, если вы хотите что-то сказать, добавить, убавить. Во-первых, хочу сказать, что, как обычно, есть в этом переводе энергетика сильная. Оно такое сбитое стихотворение, сделанное, и действительно это создает впечатление. Ну, а что касается, я, ну, как сказать, я придумал по-русски, но не придумал, потому что как бы перевел почти совершенно точно мудрец лопат. Я не знаю, можно ли вообще так сказать по-русски. Да? Это мудрец лопат, может быть, тот, который умеет делать лопаты, но, в общем, несмотря на то, что я этим словосочетанием воспользовался для того, чтобы как бы подчеркнуть то, что сказал Гринберг, хахама маадер, хотя маадер, конечно, на иврите это еще от слова геедер, я об этом говорил, то есть тот, который создает вот это иное, альтернативное, альтернативную действительность в котором нет, они исчезают, эти люди. Вот это то, что лопата. Повелитель могил, ну, может быть, он не знает, ну, что всех живей, да. Всех живей, конечно, это слишком сильно, я тоже так думаю, тем более, что нам это всем напоминает, то, что напоминает с детства, и, может быть, что-то стоит с этим делать. И тоже хороняющий у нас стариков детей, стариков детей через тире, это те старики, которые же впали в детство. А, по-моему, это стариков и детей, или через стариков, запитая детей, это может быть, но, ну, мне так кажется. Вот. Конечно, потом тело съедено будет землей, это, это да. и лопатой, и лопатой, может быть, но, и, а лопатой, что сделано плотью живой, пасть земли, вместо и, конечно, и, оно, действительно, то, что Алина говорила, это как бы, лопата тоже съедает, ну, вроде не съедает. Вот. Ну, не жалея на это грошей, конечно, это верно, ну, грошек, по-моему, тоже это несколько гротескно слышится. Ну, может быть. Да, а что касается нелепых речей и слез, конечно, это очень верное замечание, оно подходит под под атмосферу Гринберга, но недостаточно, тут нелепость это еще не глупость, нелепость это потому, что это как бы не к месту, не ко времени, она скрывает что-то, это верно, вот кто-то вводя в обман, какой обман, обман того, что вот мы свое сделали, как полагается, и все, и на этом все заканчивается, а глупость это в том, что как бы не видеть того, что перед нами, вот, и поэтому это верно с одной стороны, то, что написал, как перевел Миша, нелепых речей, и даже слезы, они в какой-то мере нелепы, конечно, они исходят от скорби, наверное, ну, некоторые во всяком случае, вот, и смерть и туман, ну, затуманен разум, но это как бы мы понимаем, те, которые знаем, о чем идет речь в оригинале, а само по себе туман, да, это, по-моему, это очень верно с одной стороны, но недостаточно того, что Гринберг хотел сказать, подчеркнуть, и он подчеркивает вот это слово эвиль, глупец, дурак. Конкретный, не все они дураки, а вот... Нет, 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 именно оратор, который, да, он глупец, потому что другие просто плачут, стонут там, а он еще и там морочит голову, да, и... Вот. Но лопатый мудрец крут, конечно, слово крут, оно очень такое современное, ну, здесь оно, может быть, подходит, потому что вот такой круть, жесть, то, что на сегодняшнем русском языке, да, он такой жесткий, поэтому вышел вон, что ему там с ними стоять, их закон, ему незакон, а вот последняя строчка, это очень важно, но над ними его суд, нет, суд не его, но над ними и ним один суд, несмотря на... Вот, я бы так сказал, но над всеми, над всеми, над всеми, но над всеми, но Гринберг говорит, и над ними, и над ним, да, то есть он может выйти вон из толпы, не плакать там, не охать, не ахать, но все равно с ним будет то же самое. Все, вот это очень важно, я просто неправильно понял, вот это я исправлю, конечно. Понятно, Миша, ну так хорошо тогда, что мы об этом говорим. Потому что, значит, ну как написано, закон их не его, но приговор его, их приговор, но это можно понять двояко, вот я неправильно понял. Да, я тоже. Я прошу прощения и у Валентина, и у вас, и у всех, я имел ввиду, что это приговор над ними, а не они приговаривают, и поэтому, да. Ну, Алина уже сказала, но лопата его не стоит. Конечно, стоящие часы, но лопата не стоит. Ну, как-то, знаете, может быть, по-русски говорят, такой вот дух, что ложка стоит в воздухе, а тут лопата не стоит. Я не знаю, как-то это, вот. хотя есть потом сразу пояснение, ибо носит и носит ему мертвецов, будто в бездну их тянет, магнит. Это очень, очень точно, верно, вот, но не стоит, я не знаю. Вот. Миша, да, я, как человек, еще более испорченный. Да, значит, думаю, что не стоит этот оборот применять. Да. И последние строчки за пределами боли с лопатой мудрец. Да, как бы за пределами этой боли, не своей, а их боли, подмастерьем бесстрашным у смерти. Ну, бесстрашным, я не знаю, но, во всяком случае, подмастерьем, да. Бесстрашным, может быть, это, это тоже довольно точно по Синбергу. Да. И увидеть его, это верно. Когда я вижу, тут Гримми говорит о себе, а Миша как бы обобщил, но это тоже вполне приемлемо, что увидеть конец, ой-ва-вой, ну, ой-ва-вой, это, конечно, не знаю, как по-русски, ой-ва-вой, но неизбежный свой вполне, да, конец, неизбежный свой, это очень верно, даже без гвоздик, то есть, без увядания цветов, которые увядают, как видно, прежде, чем мы, но все равно, так как их конец неизбежный, и наш тоже, да. вот, я, по-моему, сказал все, что у меня, все, что было на уме, и спасибо вам. Спасибо, Азеев. Спасибо. Почти все, что я бы мог сказать, уже сказано, и то, что в хорошем смысле этого слова, и то, что они нравятся настолько, что их хочется редактировать, да, и я хочу уточнить, может быть, Узеева, вот это вот слово обман, оно, мне кажется, не существующим у Гриндерга, или я... Для блуждения, да, он, он говорит, он говорит, молих шолаль, это заблуждение, да, я вам еще раз скажу, не софим, ве хад бахабура у хазан, ве цев коло, молихену, молихену шолаль, ле голих шолаль, это ввести в заблуждение, ну, как бы в обман, да, это, это можно так сказать, да, вводя в обман, ну, конечно, не в обман, в том смысле, что он хочет их обмануть, а в том смысле, что мы обманываемся, думая, что вот, все, что положено, сделано, и все с миром, кто остается, значит, мертвый, а кто уходит домой, все нормально, все правильно, все хорошо, а Гримби говорит, да, все, все, но не все, вот, да, спасибо за это, значит, я думаю, все-таки, что обман, это очень сильное, как бы выражение, очень сильное слово, которое все-таки как-то искажает, заблуждение даже, то есть, он имеет в виду, что он их утешает, он их утешает, и при этом, как любое утешение, в нем, значит, не все соответствует, утешение. Дальше, значит, как там приговор, сейчас, минуточку, сейчас, жало, оправдать приговор, сейчас, 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 оправдал приговор, и кандиш произносит, то есть, имеется в виду, я думаю, там, вот, когда там, Парух, Даяна и Мэтт, это Цедук-1 называется, он это и пишет, Цедук-1, это оправдать приговор, Лецадек, Лецдик, это один, да, тогда я это не понял, значит, все правильно, оправдал приговор, и кандиш произнес, значит, вот, я бы не мог, так сказать, но, ну, Гринберг так сказал, и Миша так перевал, что все в порядке, про грошей, мы с Мишей, да, переписывались, даже отдельно, но, Миша остался пока при своем, сайте, в котором, который оправдывает это ударение, я думаю, в лучшем случае, грошей, но, может быть, нужно поискать еще более уместное выражение, чем грошей, но уж никак не грошей, никак, грошей, это, ничего не значащие деньги, на русском языке, грошей, какие-то гроши, да, мне очень нравится, то, что ничего никому не стоит, о Миша, Секума, двоим, стихотворении, ничего, есть стихи, которые, есть перевод, над которым ты просто обязан продолжить работать, просто, потому что не имеешь права, ханох не переводят, я его не заставляю, единственное, я попрошу ханоха, если у него есть немножко времени, поучаствовать и во второй части нашего семинара, и так далее. Во второй игре я не смогу никак. Ну, значит, нам придется без тебя решать. Да, без меня придется. Продолжать именно это. То есть, нам будет, тебя не хватает, конечно. Ну, то остался только перевод Олья, а дальше уже новый текст. А может, сейчас решим этот вопрос? Я имею в виду вторая часть семинара, где будет новый текст. Вот, может быть, ты тоже, и уже после этого мы поговорим все вместе, стоит ли нам продолжать этот цикл. Вот Алина говорит, давайте продолжим, сейчас ой обоговорим. Нет, нет, не сейчас, мы сейчас послушаем Олю. Мы сейчас послушаем перевод Оли, значит, я его увижу в первый раз, я только сейчас увидел, что он пришел, но все-таки я его увижу. Так же, как и остальные, у которых есть, я думаю, все-таки по несколько слов каждый может, конечно, сказать. Хорошо. Оля, читайте, пожалуйста. Ой, без меня все переводы прошли, мне очень жаль. Может быть, в следующий раз у нас получится начало. Знаете, да, я, нет, это у меня просто, я перепутала время, совершенно по-идиотски опоздала, могла успеть. Извините, пожалуйста. Ребята, я, значит, коротко очень, я первую часть переделала полностью, но, наверное, в силу нет времени, я буду только бы читать, да? Я, Игорь, скажите. Да, да, да. Мы только вторую часть. Да, и заранее говорю, что это еще совершенно сырое, ну, так у меня случилось еще, свои дела, вот, но я надеюсь, что вы мне что-нибудь скажете, чтобы мне было, можно продолжать. Приходилось ли вам встретить среди могил мудреца, что лопатой орудует? Он среди всех, кто когда-нибудь хоронил уходящих, единственный мудрый. Закон похорон, вокруг человека в саванне мы стоим, он предназначен земле, открывший зев под лопатой, и мы молчим, свинками цветов в руках, молчим и ждем, пока не вырастет холмик над ним. А цветы не знают, зачем из теплых садов вырвали их, зачем заплатили за них. Им на могиле теперь предстоит истлевать, как те, кто рядом в земле лежит. Лучше бы им в домах украшением стоять, в теплых семьях, в цветочных горшках пожить. Сейчас, секунда. Наконец все готово, и кантер выходит, поет поминальную песнь. Грустный кадиш звучит, утешая, благословляя собравшихся здесь. А потом кто-то выходит, и как сверчок над свежим надглобьем трещит. И только мудрец могил, лишь он, не связан ни с кем из собравшихся здесь, вдаль уходит с лопатой наперевес, будто бы не из племени их, не для него их закон. Но каждого здесь ждет его приговор. Его цепкий ум подобен стоящим часам. Он каждый раз приходит сюда, чтобы опять глотающий зев земли для тех открывать, кто в саванне к ней придет. Он за пределами Бори, этот мудрец, не ведает страха смерти. Он служит ей, а я смотрю на него и чую, будет конец, вот его лик, ни цветам, ни мне спасения нет. Что касается, сразу извините, скажу, что я тоже неправильно поняла про приговор, так что это тоже буду менять. Хорошо. Оля, значит, я думаю, что тут есть какие-то удачи. Я просто не знаю, может кто-то хочет сказать по переводе, тогда я подожду. Мне нравится строчка среди всех, кто когда-нибудь хоронил. Очень красивая строчка. Миша? Миша? Хочешь сказать что-нибудь? Миша, как-то он немножко отвлекся. Он потерялся. Не слышит. А-а-а. Хорошо. Валентин? Троза тоже как-то очень сложно сразу войти. Мне что-то там бросилось в глаза. Конец мне понравился. Самый конец. С лопатой на перевес как-то немножко с лопатой на перевес немножко спутило. Так, так, так. А так нет. Ну так, в принципе, как черновой вариант очень даже прилично. Для Ольги она сделала все, чтобы освоить хотя бы тему, которая в этом стихе дотронет. Спасибо, Валентин. Миша, я тут тебя выкликал, но ты не слышал. Да, у меня он перегружался. Значит, мне кажется, что вот глотающий зев для тех открывать, кто в саване к ней придет. Там должна быть запятая после открывать, а не точка. А, это нечаянно. Да, конечно. Это не я, это компьютер. Хорошо. Миша, спасибо. Ханух, хочешь что-то сказать? Да, пару слов. У Оли перманентно продолжается все та же проблема, о которой мы уже много раз говорили. пропадает ритм из-за неправильного употребления слов, из-за того, что есть очень много слов лишних. Пример, первые четыре строчки. Приходилось ли вам встретить среди макил мудреца, что лопатой орудует он, среди всех, кто когда-нибудь хоронил, уходящих, единственный мудрый, вот закон. На мой взгляд, надо было им, чтобы сохранить ритм, чтобы это звучало как стихи. Просто здесь очень легко исправить. Приходилось ли вам встречать средь могил мудреца, что лопатой орудует он, среди всех, кто когда-нибудь хоронил, уходящих, единственный вот закон. Вот и все. В все случаи все это легко исправить. А тут получается что-то среднее между прозой и стихами. Ритм убегает ритм. Спасибо, Ханок. Оля, у меня один вопрос. Вы вот там прислали за несколько минут до начала занятия. Просто вы раньше у вас не было, да, ничего? Так получилось, да, у меня не было. Я просто, ну, у меня там тысяча вещей. Внучка короной заболела, еще там тысяча всего. У Тани мама умерла, мы хоронили ее. О, да. Баруя постоянный мэдж. Да. Да, да. Вот. Просто, просто вот одно на другое наложилось тысяча всего, поэтому извините, все это такое, еще первый. Понятно. Таня, пожалуйста, передам. Передам. Передам, передам, обязательно. А когда это произошло, Оля? Это вот, ну, недели еще нет, они же его сидят. Нет, три назад, да, я, я помню, видел, в фейсбуке сообщали. Да. Я же в нашей группе, в фейсбуке написал соболезнование. Да, да, спасибо. Я обязательно Танечке передам, я завтра к ней вечером еще пойду. Вот, ну, смотрите, мама прожила чудесную жизнь, у меня ее книжка лежит, хорошая, очень интересная. Вот. Так что, ребята, извините, но отклонились. Игорь, вы мне что-нибудь скажете, или уже все сказали, и я сама буду исправлять. Я, значит, первым делом лишу слова Зеева. А, да, Зеев, простите. Лишу, лишаю его слова, потому что у нас впереди еще вторая часть семинара, и он будет говорить без помех абсолютно. Я уже не смогу его лишать там слова. Ага. Всегда можно. Всегда можно. Ну, хотел бы, хоть. Ну, тут уже было такое слово сказано, перевод сыроват. Вы, видимо, это и сами чувствуете. Конечно, я знаю это. Я думаю, у вас достаточно опыт, если только вам хватит времени посидеть. Обязательно. Час, два, три, какие-то слова поменять, какие-то просто выбросить, потому что было, ну, тут уже какие-то есть длинные. Давайте мы сделаем перерыв. Сейчас время без десяти восемь. Нет, уже, уже восемь. А, виноват. Без десяти, правильно. Пятьдесят девять минут. А, да. Игорь, пока Ханох еще с нами, может быть, хотя бы поставить на повестку дня вопрос, стоит ли продолжать этот цикл? Не из-за меня я не хочу быть причиной того, что вы не будете продолжать этот цикл. Это же не во мне. Нужно и без меня переводить. Зеев, я предлагаю прослушать третье стихотворение цикла. Может быть, Ханох найдет нечто такое, что покажется ему заслуживающим переводом. Я потом посмотрю и прослушаю лекцию Зеева. Я просто сегодня не смогу, я потом это сделаю. Хорошо. Когда будет запись. Хорошо. Вот. Тогда мы встречаемся в 8 и 10? 8 и 10. 8 и 10 нормально? Как хотите. А успеем перевести? Там опять большой 33 строки. 33 строчки. Ну и в прошлом было 33. Верно. Время-то осталось мало. Нет, у нас нет ограничений. Халявный интернет. Тогда этот вопрос. Но это последний раз, в следующий раз уже не будет халявный. Халявный, да. Халява закончится в следующий раз. Я вам только расскажу, когда я приехал в страну, пошел в Ульпан, так один из наших учителей в Ульпане, мы еще учили еврит, и он сказал нам, он спросил нас, скажите, ученики, вы знаете, почему есть две скрижали? Мы говорим, мы не знаем. Он говорит, потому что когда Всевышний сказал, я хочу вам дать скрижали, а евреи спросили, а сколько будет нам стоить? Он сказал, это бесплатно. Тогда сказали, давайте две. ужасно, ужасно, но довольно смешно. И вот я потому что халявный, на халяву давай две. Вот. Ладно, когда мы встречаемся, товарищи? 8-15 тогда. 8-15 10-10-10-10-10. Только не выходите, пожалуйста, оставьте, закройте. 8-10-10. Да, 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 да. 8-10. Хорошо. 8-10-10-10. Договорились. Ну, вы не уходите, ладно? Оставайтесь. Не уходите, оставайтесь, Ариночка. Да, да, да. Да, да. Хорошо. Звук можно выключить. Закройте камеру звука. Ну, понятно. Хорошо. Спасибо. 8-10 мы встречаемся. Спасибо.